Председатель АТОС номер 155 Валерий Важничий обеспокоен установкой теплощетчика в многоквартирном доме по адресу Ленина 181. Бесплатно муниципалитет счетчики не ставит, это не предусмотрено законом, поэтому необходимо провести с жильцами разъяснительную работу. Если сейчас я провожу собрание, начинаю людей убеждать, что надо сдавать, одни упираются, говорят нет, вторые да. Ну то есть я на себя говорю, да, давайте установим, и потом это все как бы выливается на меня. Нельзя так вот думать, что вот так весь негатив на меня, жители на меня выльются, а вот представляете, насколько негатива выливается вот сюда, да? Ну что теперь? Если мы не будем этим заниматься, кто будет? По косметическому ремонту подъездов этого же дома вопрос с управляющей компанией коммунальщик уже решен. Зато Валерий Важничий обозначил тему, которая в повестке дня не числилась. Ряд магазинов, расположенных в доме номер 181 и выходящих на улицу Ленина, не убирают прилегающую территорию. Значит, управление торговли поручение обязать все эти магазины навести порядок вокруг себя и постоянно поддерживать. Я к ним зашел, начал говорить, что ребята, ну наведите тот порядок сейчас. Значит, давайте, мы торгуем, дворник пусть тогда торгует, а мы будем вместо дворника убирать. Вот они мне заявили. Выехать туда на место, в эти магазины, в эти пивные демократии и тому подобное, проверить доказательство у вас мусора и кратность вывоза. Если не ежедневно, значит, принять все меры дни. Председатель АТОС-13 Надежда Косова попросила восстановить закатанную в асфальт ливневку у многоквартирного дома по улице Терской, 88. И для того, чтобы даже сейчас дать в воде уйти с той стороны, как бы можно было какую-то трубу проложить в сторону ливневки, там примерно 20 метров я считал. Вот. Сначала надо прочистить вот эту ливневку, чтобы мы понимали, что она рабочая. Написывайте водоканал. Сейчас у них там есть техника, которая работает на Пионерском проспекте. Там тоже пускай. Они пойдут в 12-й микрорайон, еще прочистят вот ту ливневку, которым по обходу были за китайской стеной, да, и здесь пускай. Еще одна проблема – кронирование деревьев возле домов на улице Терской, 39, Протапова, 60 и Черноморская, 13. Сейчас разрешения такие уже начали даваться, как бы пилить будем. Во время встречи возник еще один непредвиденный вопрос. У нас сейчас вот ходоки ходят, вот с вот такими визитками устанавливают газовые счетчики. Они работают незаконно, потому что у них нету, как бы, они не сдают всей, они, то есть, приходят, делают работу, оплачивают жилет с деньгами и оставляют их со своими дальше проблемами. Тогда давайте, может быть, воспользуемся нашим совещанием и покажем, да, что приходят горе, как бы, предприниматели с вот такими визитками, и чтобы наши граждане знали, что не стоит верить этим предпринимателям, не стоит вестись и менять эти газовые счетчики, потому что потом это чревато тем, что документацию они не оставляют, проектов никаких не имеют, и сдать потом в эксплуатацию эти счетчики будет проблематично. Проблематично. Проблематично.